Девушки отдыхают Врачья улыбка! Посмотрите, друзья, когда человек улыбается, становится светлее. Дорогой Игорь, что сегодня мы с вами в нашей кухне будем готовить? Я бы хотел размяться легкой закуской. Вот когда приходят друзья домой, они ждут, что ты наденешь передник, будешь что-то им готовить. Но им хочется чего-то лямзнуть, чего-то вот сразу, срочно, быстро что-нибудь закусить. Я бы все таких друзей сказал. Да? Да, вот так. Но поскольку у нас нет такой возможности, поэтому я предлагаю начать с шампиньонов. Это такой народный российский гриб. Да. Шампиньон. Так. Так. Что нам нужно? Я думаю, что мы мыть не будем. Будем. Нет, они мытые. Они мытые? Все мытые. Прекрасно. Мы берем дощечки. Две дощечки. Две дощечки. Мы берем ножики. Какого размера ножик? Небольшие. Ножики нам нужны только для того, чтобы вырезать из шампиньона вот эту ножку. Она нам сегодня точно не понадобится. Вырезаем ножку из шампиньона. А что за рецепт, Игорь? Откуда? Я сейчас объясню. Это простой рецепт. Легкой закуски, когда друзья пришли. Лучше вообще делать это руками. Вот так. И все. Даже нож не понадобится. Я вот стараюсь сейчас. Смотрите. Нет, не так. Вот просто вот так. Тыньц. Раз. И она сама вот так. Вот так. Да? Нам нужны шампиньоны и сыр ракфор и немного сливок. Побегу-ка я за сыром со сливками. Пожалуйста. Топ-топ-топ-топ-топ. Это будет легкий закусон. Игорь, какие нам нужны сливки? Скажи. Нежирные сливки. Нежирные сливки. Нежирные. 11% подойдет. 11%. Главное, когда вытаскиваешь ножку, чтобы не распался шампиньон. Распался, чтобы вот как в Советский Союз распался. Чтобы не распался шампиньон. Шампиньон распался. Ножка в Казахстан. Да. Ракфор есть. Ракфор есть. Берем блюдо, вернее не блюдо, а решеточку, которую мы погрузим, водрузим в гриль. А-а-а, подожди-ка, подожди-ка. Не означает ли это, Игорь, что вы хотите запечь шампиньон? Именно. Не означает ли это, что нужно нам разогреть духовочку? Хотелось бы. Какое количество градусов? Небольшое. Ну, не духовочка, а именно гриль. 200. Ну, 200, да. Для начала, потом чуть-чуть убавим. Значит, решеточка. Вот, смотрите, кладем решеточку вот сюда. И вот сюда вот прямо сразу вот такие вот... Выкладываем вот эти грабочки. Выкладываем, сразу же выкладываем. Сейчас мы сотворим лёгкую закупку. Игорь, а если честно, вот я могу раскрыть тайну. Однажды мы с Игорем Угольником встретились, назовём это так, по работе. И когда мы находились в процессе творческого отдыха, Игорь мне рассказывал, и горели глаза у маэстро Угольникова, что завтра в их доме будет приём, и приедут туда, и семья такая, и режиссёра семья, и актёра семья, и семья продюсера. Означает ли это, что меню тщательно прорабатывалось? Обязательно, в зависимости от того, кто придёт. Но, к сожалению, всё меньше возможностей быть в выходные дни самому дома, и уж тем более приглашать гостей ввиду обилия работы. Но я это люблю больше всего, Иван. Когда вот вы приходите ко мне, и вы не знаете ещё, кто вас ждёт, с кем вы можете встретиться. А, вы никогда не сообщаете? Да, нет, нет. Вдруг вы встретите человека, который вам крайне неприятен или приятен. Мне будет интересно, как вы будете с ним общаться. Да, потому что это либо драка, либо пьяные поцелуи. И то, и другое всегда интересно. А всё бывает в сочетании. Конечно, конечно. Итак, Иван Андреевич, я прошу вас сделать следующее. Одну секундочку. Чуть-чуть, буквально капельку, вот совсем немножко надо умудриться капнуть в каждый грибочек. Это я тогда вот так лучше... Вот так. Всё-всё-всё. Вот, прекрасно. Ой-ой-ой, это прямо? Чуть-чуть, 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 самую малость. Вот. Я вот стараюсь даже... Пока вы это делаете, я расскажу вам о том, что я нашёл сегодня утром в архиве удивительную плёнку. Это плёнка 93-го года. Андрей Макаревич пришёл к нам в программу, которая называлась «Бана», и первый раз приготовил, собственно, рыбу. Стоп, 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 стоп. Вы много наливаете. Много, да? Да. Прошу прощения. Я сейчас... Вы помогите мне. А я тогда, знаете, я хотел бы уточнить. Да. То есть вы хотите сейчас сказать... Да. ...что Андрей Макаревич пришёл в программу «Обана», приготовил там рыбу. Да. Просто Андрей Макаревич рассказывал всем нам, его ученикам, что он готовил, и вокруг него образовалось телевидение. Так оно и было. Останкино. Так оно и образло его. И в какой-то момент пошёл телевизионный сигнал. Да, 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 да. Посмотрите, пожалуйста, как это было. Давайте посмотрим, Андрей Макаревич, в гостях у Игоря Угольникова. Год... 93-й. 1993 год. Так, я приветствую вас. Представьтесь, пожалуйста. Так. А что же это такое, что же ты принёс такое? Сейчас мы займёмся приготовлением. Необыкновенная вкусная рыба в белом вине. Ой, как это красиво звучит. Необыкновенная вкусная рыба в белом вине – это какой-то рецепт твой? Нет, это не моя церковь, я не могу с тобой с вами такое. Рецепт у более 200 лет. Чистится рыба от гвоздок к голове, ни в коем случае не наоборот. Чистится рыба? Я честно? Да. Никогда не чищу. Пошу попробовать. Нет. Вот так это всё и начиналось. Вот так, именно так. Игорь Угольник, который не меняется, и это очевидно, мы только что это видели. А, Игорь, расскажите, какой он был тот Андрей? Он был таким же человеком, который… Нет, тогда вот я помню, как он рассказал. Ты вот любишь ловить рыбу на удочку, да, ты любишь вот ждать этот дурацкий поплавок. А я тебе расскажу. Я видел ту самую рыбу, которую ты ждёшь, когда сидишь с удочкой. И червяка твоего видел, когда он проплывал с ружьём подводным. И видел ту рыбу, которую я жду. Знаешь, как эта рыба смотрит на твоего червяка? Я тебе покажу так. А-а-а! А я могу её убить прямо сейчас, но не делаю этого. И думаю, там сидит угол на берегу. Это его червячок несчастный. Так думал он. Игорь Макаревич, когда он плывёт с подводным ружьём, да? Да, да. Андрей Вадимович, надо сказать, я просто два слова скажу, как Макаревич плавает с подводным ружьём. Ну-ка. Чтобы трение о воду было минимальным, одежда отсутствует на пловце. Да. Да, знаменитый Адамов гарпун. Назовём это так. Рыба. Рыба плавает. Рыба. Рыба, во-первых, краснеет. Сразу скажу. Конечно. Так. Краснопёрка. Любая рыба превращается в краснопёрку. Любая. В сёмгу. Любая внутри. Сразу красная. Конечно. Так вот, что мы делаем? Берём вот такие кусочки сыра ракфор. Да. И кладём вот, собственно, туда. Немаленькие, да? Ну, вот такие вот, да. Сыракфор. При этом мы понимаем, что люди, которые пришли к нам домой выпивать и ждут обеда, они также смотрят на нас, им хочется выпить, закусить, что-нибудь очень срочное, но не холодное. Они хотят горячие закусочки. А можно, вот уточнить, поскольку, правильно ли я понимаю, что вы ведёте загородный образ жизни, вы сельские жители? Да, мы уехали из города-героя, города-столицы, города-труженика, уехали за город, и не жалеем об этом. Вот можно ли узнать, ну, если это не секрет, какое, есть ли какой-то минимум продуктовый, который всегда находится в вашем доме? Обязательно овощи и фрукты. Это надо менять, потому что они портятся всё время, если их не едят. И ни в коем случае не должно быть замороженных мяса, рыбы, птицы. Нет, это надо пойти на рынок и купить. Мы можем уже ставить... Чуть-чуть бы, я всё-таки где-то пожалел, а мне кажется, что... Вот много нельзя. Да, я понял. Вот это вот уже... Это излишество, да? Давливать. Значит, смысл заключается в том, чтобы больше... Сыр начнёт плавиться. Он начнёт, как только он закипает, это уже надо есть в горячем виде. А-а-а! То есть это готовится буквально, ну, несколькими... Мы можем это уже сделать? Думаю, нам необходимо это сделать. Так. Ой, хороший жар, я чувствую. И за этим надо будет... Гриль. Именно сверху. Именно сверху, чтобы запеклось... Потому что соминьоны можно есть сырыми. Правильно? Да. Это лёгкая закуска, которая будет готова, я надеюсь, через пять минут. Друзья, поаплодируйте, пожалуйста. Я не буду рассказывать, как мы это готовили, потому что это очевидно. Это очевидно. Хорошо. Что мы будем дальше делать? Значит, мы делаем рыбку. Вы поймали сегодня какую-нибудь рыбку, Иван? Знаете, Игорь, да. Покажите, какую рыбку. С удовольствием вам покажу. Вы знаете, сегодня сети... Мой маленький баркас... Я жду её. Ну, какая... Оба-на! Вот она! Форель! Замечательная! Это форель? Такая... Дайте дощечку, пожалуйста. С удовольствием. Ассистирую вам. Да, я думаю, что мы назовём их. Давайте придумаем им имена. Имена? Зачем придумать имена? Тем, у кого есть имена. Познакомьтесь, пожалуйста. Вероника. Это Яков. Так, друзья. Рыба, форель, у нас готова к дальнейшему термальному... Да, обработке. Обработке, термальной обработке. Наши шампиньоны с горгонзолой или с ракфором. Называйте, как хотите, это сцены. Почти уже на подходе. Почти уже закипели. Сейчас, через секунду мы достанем, поэтому у нас есть небольшое время. Игорь Угольников интеллигентным, добрым, мудрым взглядом провожает весёлого подмастерья. Вот на эту точку, для того, чтобы я объявил вам, друзья, что у нас небольшая, нужная рекламная пауза на Первом канале, после которой мы вернёмся. И вы узнаете, что терьяки в переводе с чешского означает «отойдём, разговор есть». Не учи учёного, съешь дрозда печёного. Поварская присказка. Дорогие друзья, с «Магнами» на Первом канале у нас в гостях сегодня Игорь Угольников. Мы с ним готовим сегодня, ну, не дроздов, но какую форель. Зато, кстати, дорогой Игорь, как... Вот на подходе ещё немного, вот как только закипит. Тогда я ставлю, с вашего позволения, ставлю воду для риса. Я начну разбираться с рыбой. Что нужно для того, чтобы с ней разобраться? Какими нужны? Отрезать ей не нужно. В данном случае нам не пригодится рыбья голова. Не знаю, есть люди, которые любят рыбьи головы, нам в данном случае... Нет, нет среди нас таких. Нам не нужен будет рыбий хвост. Так, отрезаем, выбрасываем все половники у форель, да? Половники, все половники мы отрезаем и выбрасываем. Так. Вот получается такая тушка, аккуратненькая такая, в которую мы сейчас будем с вами внутрь вкладывать зеленюшку и чесночок. Так, для этого нужно их порезать. Да. Вот, красный мы кладём это сюда. И там у нас есть две рыбочки. Назовём именно их рыбочками. Ещё раз вводим руки. Что у нас происходит с водой для риса? Закипает. Потихонечку закипает. Сейчас мы сделаем так, чтобы она закипела. У нас наша плита позволяет сделать так, чтобы эта вода закипела через секунду. Это всегда весело. Ну, на таком огне. У нас уже почти на подходе уже. Мы можем даже прибавить немножко... Сколько у нас градусов? 200? Нет, нормально. Нормально. Сейчас они должны закипеть. Так, что я вас попрошу сделать? Да. Заняться чесночком. Нам нужно будет две головочки чеснока. Две головочки чеснока. С удовольствием. Я займусь чуть-чуть зеленью. Это то, что мы вложим в рыбочку внутрь. Две головочки, в смысле два зубчика, да? Два зубчика, да. Нам понадобится два зубчика. И надо чуть-чуть их порезать, и мы сейчас это туда вложим. Вот они, два зубчика наши. Вот такой ножичок. Это я уберу. Это мы потом. Это вам пригодится потом. Глазурочка моя. Пока чистим. Вот таким вот образом. Вот. И вот в этот момент гости, которые приходят домой, они следят за твоими движениями, думают, когда же уже можно будет... Когда же уже, да. Ходят кругами, разговаривают о чем-то очень интересном, как им кажется. И смотрят... Сделают вид. И смотрят за тобой. Когда же, когда же... Хозяин добрый. Да. Что-нибудь нам... Дорогой, что мы делаем с двумя зубчиками чеснока? Мы их режем. Меленько? Меленько. Я сделаю чуть-чуть такой вот легкой цедры. Так. Это тоже нам пригодится для того, чтобы мы положили это внутрь. Вот так будет. Правильно. Берем кожицу лимона. Вот так. Вот так ее меленько. Ники бьет пока еще. Нам нужна только цедра. Я думаю, что этого будет достаточно. Игорь, обратите внимание. Отлично. Вы очень хорошо это делаете, профессионально. Вы знаете, стараюсь... Нужда заставила. Нужда заставила. Ну, когда меня принимали... Ну, как бы был кастинг на ведущих с Мака. Это был очень тяжелый кастинг, испытания. Люди выстраивались в долгие очереди. Но, тем не менее. И вот нужно было... Условия были такие. Надо было уметь быстро резать и знать наизусть песню «Пока горит свеча». Я в конкурсе резочек победил я. Да. В конкурсе знаток в песне «Пока горит свеча» победил Макаревичу. Потому что он тоже участвовал в конкурсе. Да. Чесночок сюда. Вот мы смешали лимончик с чесночком и с травками. Да. У нас получилась вот такая вот занятная... Занятная... Как это назвать? Внутренность. Да. Начинка. Начинка, да. Значит, у нас внутренность готова. Мы смешали. Да? Теперь мы берем... Что мне сейчас... А, прованские травки. Это мы сделаем чуть попозже. Прованские травки. Прованские травки. Хотя можно... А нам не нужно так, разогревать сковородку? Нам не нужно... Разогревать сковородку обязательно. Уже можно, да? Можно уже. Небольшой огонь должен быть. Небольшой. Мы туда должны поместить оливковое масло и кусочек сливочного масла. Игорь, вот посмотрите. Вот есть вот такое вот... Вот это лучше. Вот это лучше. Тогда маленькое мы выключаем. Так, вот это масло. Есть и оливковое масло. Какое вы порекомендуете, Иван Ильич? Маэстро де олива. Маэстро, потому что у нас, кстати, на маэстро, де олива, потому что де олива – это мое второе имя. Совсем немножко, видите? Совсем... То есть тогда у нас будет как бы вот таким вот образом. Совсем немножко. Так. Так. Теперь нужно равномерно, равномерно при помощи... Да. И вот столько, я думаю, не больше. И вот столько сливочного маслица. Так. И теперь мы делаем, собственно, готовим рыбку к погружению я на сковородку. Для этого? Для этого берём рыбку вот так. Раскрываем. Сюда, сюда её, вот сюда. Как сосиску кладут в этот самый, в хот-дог, да? Всё-таки я, с вашего позволения. Да. Вот так. Да, даже вас... Смотрите, не-не, лучше знаете, что это сделать? Ну как, чем это сделать? Вот. Оранжевым силиконовым скребком. Это силиконовый? Да. Да. Так, что мы делаем? Мы берём вот эту рыбку, да? Да. И вот так вот начиняем её смесью. Да. Которая даст аромат. Петрушки, укропа, цедры, лимонный и чеснока. И чеснока. Так? Так. Вот так вот прессуем, минуточка. Так. Так. И, заметьте, не солим ещё. Вообще не солим. Вот как только сейчас появятся здесь пузырики, то есть масло нагреется, если это произойдёт, мы сможем это положить прямо на сковородку. Прекрасно. Рис у нас. У нас закипает вода для риса. Закипает вода. Но всё это будет возможно только после того, как приготовятся шампиньоны. Для того, чтобы мы могли один шампиньончик съесть, выпить по маленькой рюмочке. Да. И продолжить готовку еды. Конечно. Да. Конечно. Ну что там шампиньоны? Шампиньоны, вы знаете, шампиньоны начинают закипать потихонечку. Закипают, да. Потихонечку закипают. Ну что, тогда кладёмся. Можно, вы думаете? Вот уже пузырьки пошли. Кладёмся. Итак, внимание. Вот этот звук. Если он пошёл, значит всё хорошо. Красный, характерный. Ну иди. Давай, Яш. Посмотрите, друзья. Поаплодируйте нам. Так. Готовиться это будет буквально пять, ну максимум десять минут. Пять минут и всё? А рыба-то свежая? Да. Умороженная. А вот, кстати, расскажите про тот приход, который мы только что увидели. А, это смешно. По поводу рыбы. Андрей попросил ему достать какую-либо большую, хорошую рыбу. Но поскольку в Останкино, Останкино только ещё строилось вокруг программы Макареевича, то всё это было долго, и администратор нашей программы решил её немножко подморозить. Заранее. И поэтому, когда принесли, она была... Никуда. Ей можно было вот так бить администратора, что мы и сделали. Жалко, телевидение не способно передавать запахи. Но думаю, что через какое-то время... Да, запах потрясающий. Нам сейчас нечего делать, по сути, да? Ну как? Мы же чего-то ждём. Как там ничего делать? Вот мы можем открыть. Да, это готово. Это готово. Это готово. Внимание, друзья. Так, надо подставочку какую-нибудь убивать. Да, надо, чуть-чуть, чуть-чуть, я соображу. Так, так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. И какой-нибудь вот. Так. Вот. О том, что кое-где... Да? Ну, выглядит это неплохо, поверьте мне. Это будет очень правильно. А если сверху, может быть, зеленал? То есть для пущей красоты? Для пущей убедительности. Ну что же, главное. Ну, может быть, позвольте вам. Сейчас мы можем так сказать... Куда это нужно вставить? А вот, например, смотрите. Вот если так... Нет? Или как-то это будет выглядеть слишком... Слишком... А может быть, наоборот? Не-не-не-не-не-нет, я знаю, что нужно сделать. Сейчас пока будет застывать. Пока будет застывать. Орезать? Конечно. И засыпать сверху? Чуть-чуть. Нет. Нет, если нет, так нет. Вы руководите процессом. Нет, давай сделаем одну такую. Хорошо, одна будет ваша, другая. Одна будет ваша, а остальные 70 ваши. Вот так. Слушайте, ну вот и сейчас, значит, вот расплавленный сырок, да, должен застывать. Да, и мы берем с вами... О-о-о-о! Друзья, что у нас происходит? У нас готова закуска. Вот так и должно выглядеть то, о чем говорил Игорь Угольников. Легкая, быстрая возможность засунуть что-нибудь в пасти тех людей, которые пришли и ждут основного блюда. Да. Так, только я предлагаю сделать сейчас вот что, дорогой Игорь. У нас кипит вода. Надо положить туда обязательно рис. Надо посолить эту воду. Обязательно. Надо посолить эту воду и положить туда прямо... Прямо не побоюсь этого слова, два пакетика риса. Да, прямо два пакетика риса. Так, сейчас, секундочку, мы чуть-чуть... Ой, как пахнет, ой, как пахнет рыбка. Так, самое главное, чтобы мы не забыли о ней. Нет, мы о ней не забудем. А скоро она будет готова... А скоро она будет готова к переворачиванию. Она мне сказала сейчас... Вода закипела. Мы кладем туда рис. Два пакета. Все. Закрываем крышкой. Вода продолжает кипеть. Дорогой Игорь, на секунду... Да. На секунду вас покину, чтобы вернуться и... А сейчас как раз чуть-чуть подзастынет. Да. Чуть-чуть. Да, можно будет уже. И так, давай. Главное, чтобы не остыло. Не остыло. А, одну секундочку, Игорь, друзья. Торопимся. Короткая реклама, после которой мы вернемся. Вы знаете, почему в японском театре постановка по мотивам произведения горького васса железного называется «Вассаби». Я буду долго гнать велосипед. В глухих лугах его остановлю. Нарву цветов и подарю лангет той девушке, которую люблю. Дорогие друзья, слава. Канал у нас в гостях сегодня Игорь Гольников и я прямо отправляюсь к холодильнику, где ждет нас, друзья, то... Немножко совсем. Это же ради принципа. При помощи этой белой жидкости появилось вообще телевидение. Не многие это знают, но фраза «Виталик, залезь в коробку и скажи нам оттуда здрасте». Именно так происходит. Ну что же, подождите. Сначала выберите себе предмет, которым вы будете действовать после этого. Итак, внимание. Произнесем какие-то слова. Дорогой Игорь, я как человек, который вырос на программе «Обана», счастлив, что наконец-то путем долгих усилий, путем подлогов, махинаций я наконец-то завладел руководством программы «Смак» и пригласил именно вас к нам. За вас, за ваш талант и вас успеют. Спасибо, спасибо. Друзья. И сразу эту штучку. Ну что, плохо это? Ну что, это плохо? Обратите внимание, вот цвет. Друзья, поаплодируйте, пожалуйста, и переугольнику. Ой! У нас тут вовсю кипит уже рис. Отлично. Так. Значит, я рекомендую вам съесть еще одну эту. Да. Стучку как-то красиво выложить на тарелочку. Это можно... Да? Да. А может быть, не будем это делать? А-а-а. Да, мы забыли о том, что вот мы сейчас перевернули рыбу, и самое время ее подсолить. Чем? Вот этим, да? Вот эту соль. Да. Да, крупной солью. Вот. Именно... Ой, я знаешь, что сделаю? Вот так. Я знаешь, что сделаю, дорогой Игорь? Да. Раз уж благодаря вам у нас появилась возможность быстро использовать вот эту закуску. Да, ее надо есть, конечно, когда она только горячая. Безусловно, она остывает уже не тот смысл, но съесть ее все равно можно. Именно поэтому я сейчас воспользуюсь вашим благословлением. Так. И сделаю то, что давно хотел сделать, поскольку наши операторы все равно пьют. Так что закусывать им не нужно. Что-что? Я прямо, вот прямо, да, можно взять одной рукой, держа камеру. Снимите, пожалуйста. Вот. Оп. Ну, так сказать. Давайте поаплодируем. Судя по тому, что появились каперсы, что-то будет сейчас. Каперсы, как всегда, должны быть к рыбе обязательно. Я вообще не понимаю, что такое рыба без каперс. Причем, что мы сделаем? Да. Как только рыба будет почти уже готова, мы возьмем и широкой рукой так вот бросанем туда. Вбросим каперсы. Вбросим, чтобы они дали запах вот этот вот. Да. Вот эту кислинку. Такую, к этой рыбе и к рису будет очень хорошо грушка консервированная. Как ни странно. Консервированная груша? Какой-то компотик грушевый. Наверняка у вас есть что-нибудь такое, яблоко. У нас, вы знаете, это может быть совпадение, но у нас вот как раз грушка-то. Отлично. Груша есть. Значит, мы берем две тарелочки большие. Так, уже. И готовимся к тому, чтобы правильно разложить, потому что это у нас уже почти будет сейчас готово. Так. Берем две тарелочки. Рыбу смотрим, проверяем. Значит, выкладываем по три штучки на тарелочку. По три штучки на тарелочку. Значит, три. Я думаю, что это уже... Сейчас мы ее проверим. Прямо вот так берем и выкладываем. Да. Выкладываем. Можно пополам каждую порезать. Почти готово. Сделаю. Так. Так. Есть? Теперь я как раз сделаю вот это бросание каперсов в сковородку. Я могу поменьше. Да, все так. Сделаем это бросание каперсов. Да, сбрасывание. Вбрасывание. Вбрасывание, да, друзья. Вбрасывание – это не только хоккейный. Кстати, о хоккее. Да. Кстати, друзья, вдруг как меня вспомнили. Это слово «вбрасывание» не просто так появилось. Дорогой Игорь, но вы же прекрасно играете в хоккей. Я не думаю, что я прекрасно играю в хоккей. Потому что если бы я прекрасно играл, в Ванкувере бы все было бы иначе. Вы прекрасно играете в хоккей. Давайте вбрасывание. Давайте вместе, вместе делаем. Вместе. Приготовились? И. И. Раз так, широко так. Ну вот так. Ну примерно так. Вот, прекрасно. Немножко пошибуршим, пошибуршим. Чуть-чуть, да? Чуть-чуть, да? Вот пошел запах каперсов. Вот он пошел. Так. Ой, как он пошел. Прекрасно. И вот что теперь мы делаем. Ой. Смотрите, я не жарю рыбу с прованскими травами. Потому что прованские травки ни в коем случае не должны жариться. Они должны остаться сухими. Они должны только дать запах. И только после. И мы закрываем. Вот. Все. Это у нас готово. Это у нас готово. Теперь мы ждем рис. Правильно? Теперь мы ждем рис. Секунду. У нас уже, в принципе, все молниеносно готово. Знаете, что было бы еще хорошо сюда? Ну-ка. Капельку майонеза. Вот так? Вот так. Прямо такой вот. Вот так. Вот если скажем. Вот так вот. Раз. Да. Да? И кто из вас внимательно смотрел эту программу, видели, что я, когда готовил зелень, отрезал вот такие вот маленькие ножки. Для чего я сделал? Чтобы в майонез вот так это сделать. Ох, господи. Украсить. Ведь эстетизм в еде это самое... Ой. Пока доваривается рис, я, с вашего позволения, Игорь, хотел бы рассказать рецепт. Мы берем фары, естественно, свежие, выпотрошенные. Отрезаем голову, все плавники к хвосту. Да. После этого мы берем зелень, берем... Цедры немножечко? Немножечко цедры. Чеснок. Берем чеснок. Все это смешиваем и набиваем внутрь рыбки. Растапливаем кусочек сливочного и оливкового масла на сковородке. И обжариваем с одной стороны. Не обжариваем, а прям жарим с одной стороны. Переворачиваем и жарим на другой стороне на сковородке. Делаем это, ну, сколько? Ну, минут пять с одной, минут пять с другой. Да, и потом берем каперсы. Потом берем каперсы, вбрасываем их на сковородку. Да. Романские травы обязательно. Закрываем, выключаем огонь. Закрываем крышкой. Ждем, когда сварится рис. Ждем, пока сварится рис. Котовый рис готов. Отдельно консервированную грушу. Обязательно. Мы выкладываем на тарелки. Берем немножко майонеза. немножко стебельков травки. Ну, это так, для красоты. Ну, ладно. И вот, друзья, рис сварен. Я бы назвал это «Восход в майонезной стране», вот эта картина, которая появилась. Что, конечно, объясняет эстетическую сторону приготовления пищи, о которой так беспокоится наш сегодняшний гость Игорь Угольников. Мы подготовились. Мы подготовились, но пока я думаю, что для большинства, для меня точно консервированная груша сейчас это нечто слегка выбивающееся. А вы сейчас попробуйте. Я очень хочу. Позвольте мне, маэстро. Пожалуйста. Раз. Берем. Помогите мне, пожалуйста. Возьмите, пожалуйста, вашу тарелочку. Поднесите ее, пожалуйста, ко мне. Сейчас мы ее кладем вот так аккуратненько. Такой большой мустой кусочек. Ой-ой-ой. Вот так. Нет-нет, верните, пожалуйста, тарелочку. Верните. Ой, как. Вот верните, пожалуйста. Мы сделаем это вот так. Ой-ой-ой. Вот так, вот так, вот так. И дайте, пожалуйста, мою тарелочку. Ой-ой-ой. Так. Вот так кладем. Слушайте, ну, да. Да, и чуть-чуть туда. Вот, посмотрите, те самые прованские, как правильно сказать, травы. В общем, прованские травы, друзья, они, ну, посмотрите, вот все-таки, вот он, почерк маэстро. Обратите внимание, друзья, поаплодируйте. Теперь, как это есть? Пожалуйста. Значит, естественно, взять кусочек, ну, небольшой кусочек рыбки, да? Да, не забывайте, что там косточки внутри. Нет-нет, мы берем сверху, здесь вот не думаю, что кости есть. Взяли рыбки кусочек. Так. Отрезали кусочек грушки. Так. Так же на вилочку. Да? Так. Взяли чуть-чуть майонезика. Так. Вот сюда. И чуть-чуть риса. Так же бросили на вилочку. Так. И даже каперс. Дурачок, пожалуйста. Даже каперс. Да, хорошо, я сделаю так это руками. Ну-ка. Итак, готовы? Я готов. Поехали. О-о-о-о! Примерно так. Вот вы какой! Очень вкусно. Сочетание сладкой груши нежной с майонезом, с рисом и с каперсами в рыбе, которая приготовлена именно таким способом, она должна быть нежной. Все-таки в фольге она другая, да? Нежели чем жареная. Да. Мы увлеклись, по-моему, сейчас. Мы забыли о зрителе. Давайте мы поаплодируем Игорь Горнику. Спасибо. Это еще не все, дорогой Игорь. От нашего спонсора. Фильтр Аквафор. С уникальными волокнами Аквален, которые делают воду кристально чистой. Да. Что еще? Что-нибудь еще? Подождите. А, еще что-то? От нашего спонсора. Всемирно известного производителя посуды. Премиум класса. В компании Таповая. Набор изделий из микрофибры для чистоты и уюта в вашем доме. А также ковш от Джеффа и из премьер-каталога. Готовь. Стаповая. Живи со вкусом. Спасибо большое. Приятного всем аппетита. Здоровья вам и вашим семьям. И вам, и вам. И вашей семье. И вам, Игорь. И вашей семье, друзья. Игорь Угольников сегодня в смаке. На секунду. Я вас, маэстер, покину, потому что очень хочу еще раз ворваться. Обязательно. Друзья, короткая пауза на одну неделю, после которой мы вернемся. Вы знаете, что дайкири в переводе с румынского означает «приносить с собой спиртные напитки и распивать их в фойе нашего театра» строго воспрещено. Мы не пьем!